Сегодня у нас 10 сентября, 14.37. Вот в 15.15 заканчивается рабочий день у врача-травматолога на экстренном приеме. И прямо сейчас мне позвонил заведующий травматологическим отделением и сказал, что некому выйти на смену. Прямо сейчас. Анастасия Тарабрина отказывается от переработок с начала сентября. Врач 6-й горбольницы Перми вместе с коллегами-травматологами объявила итальянскую забастовку. Из-за нехватки кадров медики в отделении за месяц отрабатывают по две, а то и по три положенные нормы. Многие в прямом смысле слова не видят семью и ночуют на работе. При этом за переработку они получают меньше денег, чем положено. У нас по штату должно быть 6,5 ставок. Фактически я одна. Но основные наши требования – это повышение заработной платы. Конечно, повышение заработной платы. Санитарка 10 тысяч получает, медсестра 15, врач 20. Все. Согласно майским указам президента Путина 2012 года, зарплата врачей должна быть вдвое больше средней по региону. В Пермском крае ставка медика сейчас должна составлять около 70 тысяч рублей. Это чуть больше тысячи долларов. У травматологов 6-й горбольницы она ниже в три раза. Такая же ситуация у коллег из неонатального отделения. Они тоже присоединились к протесту. Перерабатываем за других людей у нас. Тем более сейчас, например, летний-осенний период. Идут пуска, люди в отпуска. Тут он на больничном. И приходится работать действительно из-за себя, из-за того парня. Но это упирается в то, что зарплата от этого сильно не повышается. Руководитель отделения для новорожденных Ирина Петрова теперь тоже протестует вместе с подчиненными. Говорит, что если ничего не изменится, то работать скоро будет некому. Если я не могу заплатить зарплату своим сотрудникам, то, соответственно, к нам никто не идет работать. И свыше ставки я не могу никого позвать, если не будет нормальной оплаты. Чтобы отстоять свои права, часть медиков 6-й горбольницы вступила в профсоюз «Альянс врачей». Анастасия Тарабрина теперь координирует работу профсоюза в регионах России. По ее словам, проблема с переработками и низкими зарплатами медиков практически в каждом регионе страны. Причина в оптимизации медицины. На оставшихся работников, врачей и среднего медперсонала, нагрузка возрастает в разы. То есть их принуждают подписывать договоры на совместительство. Соответственно, их зарплата, она соответствует майским указам. Вопрос только в другом, что она не на одну ставку, а на три ставки. То есть они дома вообще не находятся. Руководство больницы пока не обещает сотрудникам ничего. 6 сентября с бастующими врачами встретилась глава Пермского Минздрава. Она поручила проверить алгоритм начисления зарплат. После встречи на сайте министерства появилась новость о том, что никакой забастовки якобы нет. Однако 9 сентября к протестующим врачам присоединились медсестры больницы. Медики намерены продолжать акцию, пока их требования не будут выполнены. Мария Михоношина, Александра Филиппова. Для настоящего времени.